В этот день будет привлечено достаточное количество людей. Те наряды, которые работают в обычном режиме, они у нас работают в обычном режиме, но дополнительно на праздник будут привлечены подразделения порядка 400 человек дополнительно для несения службы непосредственно. Дополнительно будут в местах проведения мероприятий, то же самое, будут стоять, будем говорить так, неподвижные наряды, которые будут обеспечивать, например, есть концертная площадка в районе Дюка, значит определенное количество сотрудников будет непосредственно там расставлено по определенной схеме, для того, чтобы обеспечивать там службу и охрану публичного порядка. В первую очередь мы сейчас проводили, проводим работу и абсолютное понимание есть с управлением по защите прав потребителей, управлением, бывшим управлением торговли, части касающиеся максимального недопущения торговли слабоалкогольными, неалкогольными напитками в стеклянной таре. У нас будет много мероприятий в центральной части города, естественно, вы понимаете, что будут закрываться, будет пешеходная часть города, будет частично центр, где улица Екатерининская, Пушкинская, Решилевская, Лонжероновская в районе Оперного. Там будет движение затруднено, поэтому, естественно, пользуясь случаем, хочу обратиться к владельцам автомобильного транспорта. Будут ехать многие на праздник и просто погулять в город на своем транспорте. Просьба ставить, естественно, подальше, дабы машина случайно не уехала. Поставят, как обычно это бывает, в запрещенном месте или под знаком где-то, или еще что-то, машина может автоматически убыть на штрафплощадку. Плюс у нас еще, вы знаете, будет проводиться футбольный матч. Часть города, которая приближена к парку Шевченко, тоже самое, там будут определенные режимные мероприятия, поэтому тоже просьба туда свой транспорт, особо личный транспорт владельцам не подтягивать, потому что то же самое, мероприятие такое достаточно немаленькое, на стадион тоже ходит большое количество людей, поэтому тоже та же скорая помощь и пожарные тоже должны иметь, сотрудники полиции должны иметь возможность проехать беспрепятственно, поэтому тоже обращаясь, пользуясь случаем, обращаясь в этом вопросе. Что касается личной безопасности граждан, ну, ни для кого не секрет, видите, что происходит в мире, что происходит в мире, уже задавали журналисты некоторые вопросы в телефонном режиме, задавали вопрос через наш пресс-центр, в части, касающейся автомобилей, по поводу, вот как в Европе, там эти ситуации все происходили, въезд грузового транспорта будет полностью ограничен во время мероприятий, их никого в центральную часть города пускать не будут. Заранее тоже хочу предупредить тех предпринимателей, которые будут пытаться там разворачивать что-то, какие-то торговые точки с газовым, газобаллонным оборудованием, то есть это кофемашины, шаурма, всевозможные там грили и так далее, это категорически запрещено, тем более в местах, вообще это технологически достаточно опасно, а еще и в местах большого скопления граждан это категорически запрещено, поэтому эти люди будут сразу привлекаться к ответственности, эти торговые точки будут однозначно закрываться сразу. С кем-то будем проводить беседы, кого-то будем приглашать в территориальное подразделение внутренних дел, будут опорные пункты работать на территории, для того, чтобы мы могли, чтобы мы все провели это мероприятие нормально.